Первый декоративный кустарник, который весной порадует вас своим цветением, это, конечно же, золотистая форзиция. Ростовые почки только-только лопнули и начинают распускаться, а форзиция уже вовсю цветет. Это вот еще маленькие кустики, подростки, когда куст разрастется, он станет большой, станет такой золотистой горкой. Хотя, ну, горки бывают разными, как и форзиции. Об этом мы еще поговорим, то есть есть карликовые форзиции, есть форзиции высокорослые, ростом там на трех метров. Замечательное, прекрасное растение, которое весной подарит вам ощущение распускающегося сада, то есть вот первенец, первенец среди декоративных кустарников. Вот я вам показываю, это ростовые почки. На вертикальных побегах бывает так, что форзиция не завязывает цветочные почки, либо они зимой вымерзают. То есть цветочные почки у форзиции, они менее зимостойкие, чем ростовые почки. Вот об этом я хочу рассказать, потому что когда в прошлом году я опубликовал короткое видео о форзиции, мне пришло очень много отзывов. И все они такие грустные. У нас форзиция растет, но вот не цветет, либо цветет какими-то очагами где-то вот внизу, какие-то веточки вот зацвели, а вверху не цветет практически никогда. Вот давайте разберемся. Вот для большинства форзиция, она и есть форзиция. А какая? Ведь форзиции много разных. У форзиции много разных видов. Есть виды, которые подойдут только для южных регионов. Например, форзиция европейская или форзиция Джиральда. То есть, если вы высадите эти два вида форзиции где-то там в Подмосковье, ну, они, конечно, не погибнут, не замерзнут совсем, но цвести они практически не будут. Либо будут, если вы хорошенько укроете их, например, пригнете и сверху снегом. А теперь давайте о форзициях, которые будут у нас даже без укрытия расти. Например, форзиция паниклая или свисающая. Форзиция яйцевидная или овальная. Это, пожалуй, самая морозостойкая. И форзиция промежуточная или средняя. Это я только рассказал о видах. А есть еще масса сортов. Например, у промежуточной знаменитые сорта Спектабелис или Голдзаубер. А у яйцевидной Нозернголд и Медуларк. Но, впрочем, вам в питомнике могут предложить и другие сорта. Я, в общем-то, называю то, что вспомнил. Вот в чем секрет цветения этого прекрасного растения форзиция. Правильно подобранный вид и подобранный сорт. Поэтому не сажайте абы что. Не выписывайте из интернета. Потратьте немножко времени и в питомнике, в частном, либо при научном учреждении, либо у каких-то любителей. Найдите тот самый вид и сорт, который будет расти и, главное, цвести в вашей местности. Граждане, храните свое сбережение в золоте форзиции.